В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Нам пришел вопрос из Германии о том, что автор Алексей спрашивает, что он два года в церкви, но вопрос у него очень мучает. И у него есть знакомый, у Алексея знакомый, который православный христианин, но Алексей очень раньше много врал до церковления своим друзьям, про свои блудные дела, сам он действительный, про то, как он много дрался, делал людей. И теперь он боится, что бес, как он пишет, который в нем будет искушать его друга на ложь, и друг будет врать ему и Алексею. И Алексей больше не услышит от него честный ответ. И просит прощения за то, что он многие вещи говорит, может быть, непонятно, или сбивчиво за русский язык просит прощения, но сам он православный. Дорогой Алексей, вот это все, то, что вас мучает, все есть не от Бога, и все, соответственно, значит, неправда. Ибо бес есть человек-убийца из коней и отец лжи. Отец лжи — это бес. И вот он, поскольку у вас есть этот грех лжи, и, может быть, он еще не раскаянный до конца, этот грех лжи, то он вам и дальше продолжает лгать. Это помысл бесовский о том, что он внутри вас, этот бес. Но я не думаю, что он внутри вас, этот бес. Я, помолившись, и по моим ощущениям, по вашему письму, я не вижу, что там есть что-то напоминающее какую-то бесодержимость или беснование. Но, значит, это тоже может быть лжи. Внутри вас беса нет. То, что он будет искушать его бес из-за вас, то бес будет искушать любого человека. И вы здесь ни при чем искушать любыми грехами, в том числе ложью. Ложь — это очень распространенный грех, который вырешат все наши ближние. И, значит, это просто суетный страх, что бес будет его искушать ложью. Он будет искушать, и это надо принять как факт. И что, вот, состоит ложь в том, что вы больше не услышите от него честный ответ. Этого не надо бояться, это тоже страх своей воли, это суетный страх. То есть вы хотите честные ответы от него слышать все время одни, и что больше не услышите. Это бес вас запугивает этим мыслям. На самом деле будут честные ответы, и будут нечестные ответы, разные будут ответы. Как и у любого человека. Поэтому не бойтесь этих страхов. Все, что мучает, это и есть не от Бога. Бог не мучает людей. И помоги вам, Господи, читайте Иисусу молитву. Ходите в храм, исповедуйтесь и причащайтесь почаще. Кайтесь в грехи лжи. Старайтесь говорить правду, но не всю. Не всю надо правду говорить, потому что наша правда все равно искривлена нашим повреждением. Правда это только то, что... Наша правда это только то, что мы считаем правдой, но не истиной. Старайтесь говорить истину, то есть Божие вероучение и жить во Христе. Помоги вам, Господи.